Добрый день, уважаемые! Очередное видео опять же о меде, о ценных качествах. Часть третья будет уже, последняя часть, небольшие две статейки. Сегодня мы поговорим о закисании меда, как исправить, если мед закис и закристаллизация меда. Итак, друзья, закисание меда. Закисание меда происходит в две стадии. В первой стадии сахара меда под действием фермента, находящего в пыльце и дрожжах, разлагаются на винный спирт и углекислоту. Во второй стадии спирт окисляется уксусно-кислыми бактериями в уксусную кислоту. Первая стадия закисания характеризуется уменьшением густоты и усилением ароматичности меда, то есть жидкий становится. Такой мед может показаться собран из каких-то ароматических ягодных или плодовых культур. Образование и выделение углекислоты вызывает увеличение объема меда, его разжижение, испучение и повреждение бетона. Если у вас в баночке стоит мед, у меня такое бывало, он начинает пучиться, пучиться и как это самое тесто подходит, подходит и начинает вытекать, капать. Это означает, что эта баночка начала закисать. Что делать ее? Некоторые говорят, выкинуть срочно. Кто-то еще говорит, что вам скормить. Третий еще что-то говорит. Ну сейчас послушаем, что нам подсказывает. А в сотовом меде растрескивание восковых крышечек и появление его на поверхности пены, то есть это может пройти закисание даже в сотовом меде при определенной температуре. Во вторую стадию появляется кислый запах и мед на вкус становится неприятным. Практика показывает, что в случае закисания меда на зимовке пчелы на нем зимуют плохо. В наших биологических опытах на 17 день погибло. На цветочном меде контроль 17 пчел. На падевом меде, обратите внимание, 56 пчел. Это на 17 день уже погибло. А на цветочном меде слегка закисшем 35 пчел. А на цветочном меде сильно закисшем 294 пчелы. То есть слегка закисший мед они могут употреблять. Но если это лето, зимой это в них не проходит. Вариант пчела погибает. Закисший мед в какой-то степени вреден и для человека. Вместо сахара меда в организм поступает спирт и уксус. Особенно вреден закисший мед для больных язвенной болезнью. Для алкоголиков спирт годится и уксус тоже. Все сорта меда содержат в себе особый вид дрожжей, которые способны сбраживать высокие концентрации растворов сахаров. Однако вполне зрелый мед с водностью 17-18% они не могут сбраживать. Как я уже в предыдущем видео говорил, нормальное состояние меда это 17-18% водности. Если водность меда свыше 20%, он легко закисает. Большое влияние на закисание меда оказывает температура. При 11-19 градусах закисание происходит наиболее быстро. Повышение и понижение температуры замедляет процесс. Брожение приостанавливается совсем при температуре 4,4 или 30 градусов. То есть 30 градусов это жары, 30 градусов, брожение прекращается. Или пониженная температура 4 градуса, плюс 4. Если незрелый мед хранится при температуре не выше плюс 5 градусов, то он закисать не будет. Равным образом у льи, где температура обычно бывает выше 30 градусов. Почему выше 30 градусов? Потому что пчелы постоянно поддерживают расплод, который где-то 35,5-36 градусов выводится только при такой температуре. Не закисает даже очень водный напрыск меда. Зимой мед, покрытый пчелами, который поддерживает температуру выше 20 градусов, не закисает. Тогда как мед с краев сотов, сотов в тех же рамках иногда закисает, даже будучи запечатанным. Зрелый мед, если он хранится в сыром помещении и не закрыт херметически, также может закиснуть. Закисание или брожение меда можно приостановить путем его прогревания при 62 градуса в течение 30 минут. Или 75 градусов в течение 10 минут. Однако таким прогреванием нельзя восстановить первоначальное качество меда. То есть этот мед можно прогреть, и он годится для употребления в пищу, он перестанет бродить, закисать. Но этот мед все равно лучше сахара, но он потеряет небольшое количество витаминов. Обычно мед тут не написано, я прочитывал в других источниках. Так, коммерческие пасеки и на складах, где его скупают для продажи людям, подогревают свыше 40 градусов, чтобы он был жидкий, имел привлекательный товарный вид. Он, конечно, будет иметь небольшую потерю витаминов, но качество его намного выше сахара, и оно намного полезно для человека, чем сахар. Кристаллизация меда, что это такое? Кристаллизация или ссадка меда называют ее превращение из жидкого состояния, кристаллическое и известной степени твердое. Кристаллизация меда – естественный процесс, не ухудшающий его качество. Если вы увидели мед, что у вас закристаллизовался, плотный стал, этот мед хорошего качества будет стоять долго, может и 50 лет, может и 100 лет стоять, никаких проблем. В пирамидах египетских находили мед, и там даже сохранялись в меду зерна, которые потом высаживали, и они прорастали.